Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Павел Сазонов, начальник отдела организации исполнения наказаний не связанных с изоляцией от общества Управления ФСИН России по Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! У нас с 2019 года в Рязанской области применяется такой новый вид уголовных наказаний, как принудительные работы. Это, согласно Уголовному кодексу, мера применяется за преступление небольшой или средней тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые. Вот давайте начнем с общего вопроса, что это за принудительные работы такие, чем они отличаются от той же исправительной колонии? Сам вид принудительных работ основывается на трудоустройстве осужденных. Это основной критерий. Все осужденные, которые поступают к нам в исправительные учреждения, 100% трудоустроены. Как правило, это поступают осужденные, которым заменена не отбыта часть наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Осужденные, освобождаясь из учреждений, попадают в такую небольшую айфорию, не могут понять, куда идти, как идти, жизнь меняется. Мы не успеваем за ритмом к проходящим. Поэтому принудительные работы – это своеобразная такая подушка между лишением свободы, реализацией, социализацией осужденных, которых отбывает наказание в местах лишения свободы. Поступая в учреждения, где исполняется наказание в виде принудительной работы, исправительные центры, осужденные предоставляются в койко-место, где он проживает. Скажем так, исправительный центр – это такое большое общежитие, где у нас проживает осужденный, в зависимости от лимита наполнения. На сегодняшний день в Рязанской области у нас создано 5 учреждений, отбывающихся наказанием в виде принудительных работ. Четыре из них введены в эксплуатацию, общим лимитом 502 осужденных. Это у нас село Ольгова, два изолированных участка. Скопин – исправительный центр на 80 осужденных, из них 20 женского пола. Село Шумыш, может быть, видели, проезжали, такой замок тоже у нас находится, там исправительный центр. Как правило, осужденные трудостроенные в крупнейших предприятиях города Рязани – это строительная эфира, производство мебели, востребованность в рабочей силе очень высокая. Многие предприятия, скажем так, стоят в очереди, которые хотят увидеть на своих рабочих местах осужденных принудительным работам. Наш девиз – дисциплина, труд, спорт, нарушений практически от них нет. И поэтому работодатели уже это поняли и стараются привлечь на свои объекты именно принудительную работу. Сам быт, который происходит в исправительном центре, ложится на плечи осужденных. УФСИН не несет никакие финансовые затраты по обеспечению их жизнедеятельности. Осужденные получают достойную заработную плату. Это им позволяет платить по решению суда процент, которым назначен от 5 до 20% доход государства. Исковые заявления помогают погашать, которые если они имеют. И достаточно остается финансовых средств для того, чтобы они могли обеспечить себя продуктами, питанием и всем необходимым для того, чтобы нормально функционировать и проживать в этих исправительных центрах. В чем большой плюс исправительных учреждений? Еще раз, как сказал уже об этом, осужденные, выходя на свободу, теряют социальные связи. Контактные телефоны, родственников, куда идти, куда выдвигаться. Многие отбывают наказание из других террорганов. Финансовые средства, выходя из колонии, даже если они там работали, имеют незначительные для того, чтобы нормально функционировать. В связи с тем, мы всех устраиваем однозначно в короткий срок. Осужденные получают достойную заработную плату. Сотрудники проводят колоссальную работу по восстановлению социальных связей. Помогают восстановить документы, которые осужденных до этого не имели. СНИЛС, ИНН восстанавливают паспорт. Если необходимо, все эти пакеты документов восстанавливают. Ищем потерянных родственников, знакомых. Оказываем содействие в получении образования. За этот период, который назначается в виде принудительных работ, осужденных трудоустроенными. Основное – не нарушать закон. Ну вот как раз такой вопрос. То есть человек, попав в колонию, через какой срок он может попасть в исправительный центр сразу? Или должно пройти сколько-то времени, чтобы было понимание, что этот человек ничего не нарушает и поведение у него хорошее? Конечно. Основным критерием – это поведение в колонии. За хорошее поведение, если он имеет положительные характеристики от администрации учреждения. В зависимости от тяжести статьи. Если это не тяжкие статьи, одна четвертая от бытого наказания. Он имеет право подать ходатайство. За тяжкие – одна треть от бытого наказания в лишении свободы. Он умеет подать ходатайство и имеет эти положительные характеристики от администрации. Не имея взыскания нарушений, суды удовлетворяют их ходатайство на замену неотбытой части наказания принудительными работами. В среднем, по такой статистике, осужденные поступают в исправительный центр год-два. Это средний срок отбывания наказания в Рязанской области по принудительным работам. Вот как раз немножко по трудоустройству. Как выбирают, куда трудоустроить тех или иных осужденных? У них есть какой-то стаж, то есть смотрят на их профессию, или может быть идет какое-то обучение в самой колонии? Как происходит этот процесс? Конечно, когда поступают осужденные, у нас сотрудники исправительного центра первым критерием смотрят, какие имеют специальности осужденных. Стараемся трудоустроить именно те специальности, которыми они уже владеют. Но в связи с тем, что у нас отбывает наказание принудительная работа с 2019 года, это уже большой срок прошел, мы пошли дальше. Мы уже изначально знаем потребности, востребованные в Рязанской области, и мы уже в колониях обучаем осужденных, которые изъявили желание подать ходатайство, такие специальности на сегодняшний день, там каменщик, бетонщик, арматурщик, строительный сфер, они уже выходят у нас подготовленные. У нас в колониях есть ПТУ, и они с этим достаточно хорошо справляются. То есть уже работодатель уже заинтересован, что изначально приходит к ним не стажер, безопыт, а уже приходит профессионально подготовленный сотрудник. Потому что заработная плата ничем не отличается от других сотрудников, которые трудоустроены в этой же организации. Бывали такие случаи, что человек... Понятное дело, что в рязанских колониях содержатся не только рязанцы, а люди со всех регионов. Бывало ли такое, что, например, человек из другого региона, то есть получив трудоустройство, получив какую-то профессию, решает остаться в нашем регионе, чтобы как раз-таки продолжать работать, может быть, семью уже нашел. Бывали ли такие случаи? Да, у нас очень начался 23-й год интересный. У нас две свадьбы прошло за этот квартал. И такие интересные истории наши осужденные, возвращаясь с работы, заходя в супермаркет, знакомились. В последний случай был с кассиром. Любовь. Расписались, живут. Они приходят, мы им по заявлению с разрешением учреждения осужденными право выходить в выходные и праздничные дни, посещать музеи, рестораны. Это не запрещается, если он заранее напишет заявление и согласуется это с руководством учреждения. Также они могут приходить с семьей 3-6 часов, он может побыть с семьей в домашней атмосфере. Это тоже очень положительно влияет на исправление осужденных. Неограничен в телефонной связи, в интернет выхода. У них есть спокойный доступ. В любое время они могут зайти, посмотреть, позвонить кому-то. Мы их не ограничиваем в этом, это не запрещено им. И многие, кто приезжает в наших учреждениях, из других территориальных органов, остаются здесь. Они имеют достаточно хорошие специальности, они здесь трудоустроены, они здесь получают заработную плату. И многие изъявили желание остаться в Рязанской области. Это положительный опыт, потому что все-таки рабочих сил у нас здесь в регионе недостаточно, по имеющейся информации. Это дополнительный отток, приток трудовых ресурсов. Заводятся семьями, живут и, скажем так, уже забыли о прошлой жизни, встали на путь исправления. Вот как раз, да, про путь исправления. Все-таки, наверное, одна из целей таких центров – это исправление человека, чтобы не было никаких рецидивов, ничего подобного. Понятное дело, что в Рязани он функционирует совсем недавно. То есть в 2019 году, может быть, такую большую статистику собрать пока нельзя. Но вот насколько эти центры эффективны? По поводу рецидивной преступности, повторной преступности – это очень серьезный вопрос. Он находится на контроле у нас у начальника управления. Мне даже более, скажу, скорее всего, у жителей Рязани, Рязанской области тоже вопрос интересует повторную преступность. А статистика такова. Возьмем, 22-й год по учетам прошло в районе 600 осужденных принудительным работам. Повторная преступность, рецидивная преступность у нас ноль. Ни один осужденный, стоящий на учете исправительный центр, не совершил преступность. Желание совершать правоправные действия отпадает одновременно. Заработная плата имеется. Нет смысла куда-то идти, что-то административные поступки пронарушать. В работе с осужденным работают не только сотрудники, привлекаются к этому родственники, близкие родственники, оказывают очень хорошее влияние на это. Плюс работодателям. На местах с ними работают бригадиры, вышестоящие руководства, беседы. Приглашаем от всех, кого можно, чтобы посетили нас учреждения. Общественные палаты приезжают. Врачи, ветеран боевых действий тоже в этом участвуют. И даже сами осужденные, которые находятся в исправительном центре, при поступлении новых осужденных, тоже они смотрят, они учатся, они видят. Все прозрачно, ни от кого не скрываем. Также у нас приезжают курирующие органы, проверяют прокуратуру, нас смотрят по правам человека, приезжают и другие органы, надзирающие, которые смотрят и видят тоже это, что принудительные работы все-таки показывают результативность очень хорошую. Ну такой момент, все-таки это исправительный центр управления в СИН. То есть есть ли какие-то лишения, какой-то надзор с людьми, которые там содержатся? Да, конечно. Надзор, контроль круглосуточно. Круглосуточно сотрудники контролируют, так как и на работе, так как в самом помещении практически все у нас находится под виденном ублюдением. Где-то укрыться, скрыться нет. Все сотрудники делают, как согласно графику, обходы, беседы, смотрим, выявляем. За нарушение трудовой дисциплины, за нарушение правил внутреннего спорядка дня, об этом заранее осужденных предупреждают и получают взыскание. Употребление алкогольных продуктов, употребление наркотических веществ пресекается мгновенно. Сразу осужденные прекрасно понимают, что за это они могут попасть в непри режим, и они возвращаются у нас в колонию. Все это первоначальная беседа, рассказывается, показывается. Ему осужденным есть с чем сравнивать лишение свободы и принудительной работы, где наказание без изоляции от общества. Такой момент тогда. То есть исправительный центр, человек попадает туда, отбывает либо оставшуюся одну четвертую, либо оставшуюся одну треть наказания в зависимости от статьи. Есть ли возможность у него... То есть одно из поощрений – это то, что человек может вообще проживать с родственниками, но я так понимаю, наверняка отмечаясь в центре. А есть ли возможность получить еще условно-досрочное освобождение? А как это работает? Это на сегодняшний день. Условно-досрочное освобождение осужденные подают ходатайство, и им практически всем удовлетворяют. Объясняю почему. Они на все трудоустроены. Они имеют положительные характеристики. Они имеют благодарность не только от учреждения, а от работодателей. Многие их поощряют тоже благодарность, просят поощрить. И суды это все воспринимают все в положительное. И поэтому, отбыв определенный срок, осужденные подают ходатайство на условно-досрочное освобождение и уходят на условно-досрочное освобождение. Так что я даже могу сказать смело, что принудитель работы – это быстрый путь уйти на условно-досрочное освобождение. Поверьте, тот промежуток, которым он отбывает наказание в виде принудительной работы, показывает уже, что он исправился. Суды в полной мере удовлетворяют всех. И не только на условно-досрочное, он может заменить на более мягкое в виде наказания, он может заменить принудительные работы на штраф. Если суд также смотрит все положительные характеристики, которые он имеет, они удовлетворяют. Практически единичный случай отказов почти, скажем так, 99% удовлетворяет условно-досрочное освобождение. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова